Без малой родины нет большой родины, поэтому нельзя просто вот так любить Россию, вот так Красную Площу, ни разу ее не увидев и не пройдя по ней. Хотя, может быть, и можно развить чувство сопричастности к Москве, к столице, не обязательно посещая столицу или же к Санкт-Петербургу, к его красотам и музеям, не посещая Санкт-Петербург. Но лучше все-таки, чтобы наши школьники как через тексты, так и через непосредственные экскурсии, если хотите, такое предложение делали с нами, вести бюджетные экскурсии, знали нашу страну. Самое главное – знание страны, о том, что это за страна, кто в ней живет, какие у нас люди, в том числе и по культуре, которые не всегда одинаковые, и богам разным молятся, и на языках разных говорят. Поэтому человек, выросший в такой монокультурной среде, да еще не путешествующий по стране, он имеет очень ограниченное представление о том, что такое Россия. И это вот иногда тоже и удивляешься, что представление России – это то, что видно с Останкинской башни, и больше, значит, дальше ничего. Иногда и выдающиеся наши деятели культуры заявляют о том, что, публично заявляют о том, что, а за Москвой уже начинается Средневековье. Ну, как будто люди не были ни в Астрахани, ни в Нижнем, ни в Екатеринбурге, ни в Венгодске, ни в Казани. Вот такое впечатление. Поэтому знание страны через географию и знание страны через историю, через прошлое. Ну, конечно, совместность – это великая вещь абсолютно, потому что вот то, что удерживает в единстве наш народ, Россию, российский народ, вот это, конечно, доминирующая, так я бы сказал ее, референтная культура русского языка и русского народа, которая представляет собой большинство населения, и не только демографической, но во всех других смыслах. Наш молодой гражданин должен знать историю своего края обязательно, как часть большой родины. И вот эта работа такая очень серьезная. Тем более, что вот у меня такое ощущение, что нам вот в этом учебнике или в этих учебниках, которые будут основаны вот на этом принятом стандарте, он, кстати, его принят, историк-культурный стандарт, всего не опишешь. Вот страна такая большая, и всем хочется, и хочется, чтобы школьник в Дагестане или в Якутии, или в Бурятии хоть что-то увидел в учебнике и про свой край, и про свою культуру, и про свои города, или свои, так сказать, какие-то достижения в истории. Вот как вместить, вот как сделать такую, не только какую, я бы сказал, москвоцентристскую или этноцентристскую версию истории, или государствоцентристскую, а показать все многообразие и сложность прошлого у нашей страны. Вот это, пожалуй, самая серьезная проблема. Даже не проблема здесь вот достоверности. Все-таки историки отвечают за то, что они пишут. Огромное количество документов исторических за последние 20 лет было введено в оборот. Мы это называем даже архивной революцией в нашей стране. Хотя еще много стоит опубликовать. Вот этот вопрос серьезный. Есть предложение было, я сейчас не имею своей точки зрения, нужно это делать или нет, что, может быть, параллельно с учебником истории что-то сделать типа народов, типа народоведения или по истории народов России. Мне кажется, надо все-таки находить такую возможность, чтобы вот в этом учебнике или в этой линейке учебников, школьных учебников, была представлена вся наша страна, все ее многообразие, и все ее края, начиная от Новгорода или Русского Севера, вплоть до Аляски, Сахалина, Камчатки и, наверное, Аляски, даже Форта-Рос, который должен быть упомянут, поскольку это была часть нашей истории. Субтитры создавал DimaTorzok